Друзья, доброе утро! Сейчас 9 часов утра. Отправляемся в Минск. С Минска будем добираться до рапорта. У нас будет трансфер. Будем добираться самостоятельно. Обязательно вам все покажу. Чемодан у меня уже собран. Я готов к поездке. Буду вам показывать, как сейчас отдыхается в Турции. Выдвигаемся. Я выдвигаюсь на остановку. Сейчас поеду на маршрутке. Пользуюсь я в основном npm.by с Новополоцка добираться. У них удобный сайт, поэтому рекомендую вам тоже пользоваться данной системой бронирования билетов из Новополоцка до Минска. Погода у нас сегодня холодная. 13 градусов. Посмотрим, что будет в Турции. У нас первая остановка в Бегомле. Здесь есть такой кафе-ресторан быстрого питания. Мне нравится у них полевка грибная. Очень вкусная. Рекомендую. Ну и вот это суп, который я вам говорил. 2 рубля 18 копеек. Остановка у нас здесь 10 минут. За это время вам нужно успеть сходить в туалет, если вы хотите заказать кофе, чай или покушать. После этого мы продолжаем наши движения дальше. Расстояние между Новополоцком и Минском 260 километров. Мы в дороге где-то 3 часа 30 минут, но лучше закладывать 4 в зависимости от пробки, какой трафик на дороге. Витебская область очень красивая. Если кто-то здесь не был, я приглашаю вас обязательно посетить ее. Здесь очень много озер. Где-то мне здесь говорили, что ходит олененок, но что-то я его не вижу. Взял кусочек хлеба, хотел покормить. Сказали, что он прямо выходит вот здесь вот на 101 километре за городом Бегомль находится автозаправка и кафе, ресторан. Вот он красавец. Нет, не пробовал. Хочу хлеб ему дать, но он судя по всему уже так накормлен, что кормить его. Красавчик. Ой, какие красивые у тебя рога. Будешь хлеб? Ну вот она, калененыш, который здесь ходит. Можно кормить. Рога у него, конечно, обалденные. Вот этот кафе. 24 часа оно работает. Здесь же заправка и олень. Друзья, мы с вами в Минске уже добрались. Как я и говорил, что в дороге 3 часа 30 минут провели. Я снимал немножко то, что происходит на дороге. Вы видели, что дорога ремонтируется под Минском. Там делают такую же бетонку. Это очень классно. Двухполоску. И показывал вам красоты дороги нашей. Сейчас я иду на автобус, который меня довезет до аэропорта. Покажу, сколько стоит билет. Как добираться, как покупать. Все увидите. ЖД вокзал находится... Вот нас высадили сразу же напротив. И рядом с ним находится автовокзал. Поэтому здесь идти буквально 2-3 минуты. Просто надо перейти в светофоры. Ну, сейчас вам скажу. Как правило, посадка национального аэропорта – это второе перрон будет. Уточнил я по билетам. Билетов хватает. Но тут отправление в ближайшее на 3 часа будет. До этого вот только ушел 3-14. Сейчас 2 часа. 20 минут я не успел. И зазоров у них сейчас 20. Раньше не ходили чаще, но в связи с тем, что сейчас практически никто не хватает. Поэтому они немножечко рассматривают. Если вы планируете свое путешествие, вы планируете заранее. Уточняете, во сколько это будет отправление, чтобы так не получилось, что двигается в автобус. У меня вылет в 17 часов 55 минут. То есть в 2 часа 55 минут у меня будет еще с момента выезда. Автобус примерно идет 40 минут. Я где-то около 4-х буду в аэропорту. Регистрация заканчивается за 40 минут. Поэтому, в принципе, у меня время так. Приклик, но предостаточно. Значит, у нас какие варианты с вами? Добираться на такси стоит примерно 32 рубля. Такси от ЖД вокзала до аэропорта. Автобус он стоит где-то 5 рублей, но будет только в 3 часа. Едет он 40 минут. И где-то в 3.40 мы будем в аэропорту. Я позвонил коллеге своей. Она сейчас как раз едет на такси. Мы договорились пополам раскинуть. И я сейчас добираться буду на такси. Такси, которые у нас здесь ходят, и системы, которыми вы можете расходиться поиск. Это Яндекс.Такси, Uber. Ну, можете другие поискать. Они есть в открытом доступе в Play Market. Вы без проблем их найдете. Онлайн заказывайте. Они подъезжают. Оплата, возможно, карточкой. И, возможно, наличными денежными средствами. Как вам будет угодно. Вот моя коллега, которая меня соблаговолила забрать с собой. Спасибо. Ну, рада быть рядом. Да, спасибо. Ну, вот мы на Яндекс.Такси с вами сейчас добираемся до аэропорта. Здесь на въезде стоят такие турникеты. Вы приезжаете, берете билет, заезжаете. 15 минут находитесь бесплатно. Если вы хотите плыть больше, то уедете на парковку. Ну, потом уже, соответственно, когда будете выезжать, будете оплачивать, прежде чем выезжать. Вас не выпустят из территории. На втором этаже у нас находится зал вылета. На первом этаже у нас зал прилета. Поэтому, если вы вылетаете, то вам надо на второй этаж подниматься. Вот, если мы на мост поехали. А если же вам забирать людей, которые прилетели, то туда вы везете. Едете. Ну, что, друзья. Мы с вами находимся в аэропорту Минск-2. По требованиям необходимо быть в маске. Были требования еще перчатки резиновые. Надеюсь, сейчас этого уже не понадобится. Посмотрим, что у нас внутри. Я проведу прямую трансляцию, если интернет позволит. И отвечу вам на все интересующиеся вас вопросы. Значит, как можно добраться? Я уже рассказывал. Здесь есть несколько вариантов. Раньше был поезд. Поезда сейчас нет. Он не ходит. Автобус. Он примерно каждый час-полтора ходит из Минска. Также такси. Ну, или друзья вас могут подвезти. Пешком сюда не добраться. А очень далеко. Находится примерно в 15 километрах от Минска. Людей сейчас мало. Черногория должна полететь 10 июля. По идее. Но уже было несколько раз переносы, когда планировался полет 18 июня. Потом планировали 1 июля. И сейчас уже 10 июля. Поэтому тут надо ждать. Если 10 полетит, то супер. Как бы все хорошо. Можно летать дальше. Если не полетит, значит будет перенос. Из Черногории не требуется карантин. По прилету. На сайте Минздрава эта информация выложена в открытом доступе. Вы можете сами ее почитать. У них были новости. Правда, они обновляют. Добраться до аэропорта, я рассказывал, было слышно, не слышно, можно несколькими способами. Первое это такси. 32 рубля сейчас стоит из центра Минска. Можно добраться на автобусе. Он ходит где-то каждый час-полтора. Можно добираться на поезде. Но поезд сейчас уже не ходит. Его отменили. В аэропорту что здесь и как. Если кто-то никогда не был здесь, сейчас я переключу камеру. И вы увидите, расскажу вкратце, как здесь. И что делать. Вот он наш аэропорт. Пугаться здесь ничего не надо. Вы заходите на второй этаж. Есть такое вот информационное табло, на котором будет указан ваш рейс. Вы находите ваш рейс. Смотрите, какие кассы принимают багаж. И идете, соответственно, в эти кассы. Вот их номера. Видите? Они идут подряд, поэтому вы не ошибетесь. Слева направо. После того, как вы сдали ваш багаж, вы проходите паспортный и пограничный контроль. Он будет в билете указан, куда вам идти. Ну, как правило, это вот туда вот. Направо. И там будет... Сейчас пройдем. Покажу. Сейчас пройдем. Я вам покажу, где находится пограничный... Ну, сначала у вас будет досмотр. Вас проверят билет, то, что проверят паспорт, чтобы допустить уже дальше на пограничный и паспортный контроль. То есть проверят вещи, вы пройдете через рамку. Все стандартно. Потом у вас проверят паспорт, что вы можете вылетать. Виза в Турцию, она по прилету. А, сейчас она даже, возможно, отменена. Я уже забыл, не помню. Даже в Египет сейчас. Египет проводит акцию. Он полетел. У них акция, что виза не требуется. То есть вы прилетаете и визу не платите. Так они хотят туристов привлечь, чтобы туристы к ним вернулись. Я дошел. Вот здесь вот. Видно, не видно. Это зона для... Вот пункт А. Пункт досмотра. Но это для виза приорити. Это для VIP-клиентов, у которых есть ААА для обычных клиентов. Пункт А. Там находится пункт Б. Соответственно, дальше заходите. Но там снимать нельзя. Поэтому, к сожалению, внутрь я вам не сниму. У вас, как я говорил, сначала проверяю билеты. Проверяют паспорта. Потом проходите досмотр. А потом уже попадаете в зону паспортного контроля. И дальше в зону дьюти-фри. Я вам постараюсь снять из той же зоны дьюти-фри. Мне, в принципе, нравится наш дьюти-фри. Минский. Потому что здесь очень хорошие цены. И вот сколько я летал в разных стран и был в дьюти-фри. В принципе, лучше цен я не видел. То есть и на спиртное, и на очки, и на вещи, и на парфюмерию. Поэтому рекомендую обязательно воспользоваться, если кто-то будет лететь. Есть, конечно, нормы ввоза спиртного. Сигарет в ту страну, в которую летите. Это надо уточнять каждый раз. Потому что в каждой стране они по-разному. И из новых фишек, которые я вот буквально узнал недавно, буквально полгода назад. Сейчас есть дьюти-фри по прилету. То есть очень классно. То есть вы прилетели, зашли в дьюти-фри. Если вам не надо покупать туда, везти, потом в багаже обратно везти. Купили все, что надо. И проходите уже досмотр. Но единственное, что 3 литра спиртного допускается возить в Белоруссию. Вот вопрос. Я представляю, сколько будет лечения стоить туристу, если тест окажется положительным. Здесь тоже важный момент по поводу страховки. Страховая компания покрывает лечение, покрывает тест. Но тест, если у вас просто температура поднялась в аэропорту прилета, и они говорят, давайте сделаем тест. Вот этот тест покрывается. Если же изначально, вот есть в некоторых странах, которые сейчас отменили карантин, обязательный тест. Этот тест не покрывается. Этот тест будет оплачиваться отдельно. Поэтому это две разные вещи. И страховые компании покрывают стоимость лечения. Если у вас подтвердился ковид, вас отвозят в отдельный отель. Условно там в карантинную зону, где вы проходите лечение и где вы, ну и находитесь в это время. Поэтому это вот так вот сейчас происходит. Так, а какие предварительно цены на дьюти-фри? Например, тот же алкоголь, либо еще другое. Я постараюсь, когда пройду, ну может быть еще трансляцию устроить еще одну, и показать, что там почем, какие цены. Но они особо не разрешают снимать. Я снимал как-то пару раз. Ну, например, можно бутылку виски купить за 6 евро, например, литровую. Ну, там Кингстон какой-нибудь. Я, честно сказать, не очень силен у них, поэтому так по названию. Ну, то есть обычная виска где-то в районе 6. Там бутылка коньяка, метаксы в районе 10-15. Текила литровая в районе 10 евро получается. У них есть парфюмерия тоже на акции всякая. То есть можно какой-нибудь парфюм купить за 40 евро, которые 100 миллилитров, которые у нас стоят в два раза дороже, по крайней мере. По прилету дьюти-фри от стоя говорят. Ну, не соглашусь. Я сам лично покупал по прилету, меня устроил. То есть, да, он маленький, небольшой, но там, в принципе, все есть и цены адекватные. То есть они такие же, как и на вылет. Ну, плюс-минус, потому что это разные могут быть магазины, ну, как на рынке. И у них могут быть разные цены, соответственно. Так, что еще у нас по вопросам было? Сейчас я переключусь, попробую... Я не пропадал, надеюсь. На втором этаже зашли. Если вы потерялись, подойдите к любому сотруднику аэропорта и спросили. Или справочный информационный центр ищите, и все вопросы туда задаете. В аэропорту я уже рассказал, что первый контроль, это вас проверяют билеты и паспорт. Потом вы попадаете в зону досмотра. И потом попадаете в зону паспортного контроля. И потом уже в зону дьюти-фри. И потом вы покупаете, сделаете покупки. И после того, как вы сделали покупки, вы идете дальше в самолет, ну, когда посадка начинается. И там у вас билеты проверяют, и вы садитесь на свои места. Как разобраться в том, что написано на табло. Сейчас покажу табло. Постараюсь, что он тут выдаст мне. Вот, смотрите. Видите, как разобраться. Первое, это ваш рейс. Он указан у вас в билете, как правило, всегда. Второе, ну, это тоже рейс, все то же самое. Аэропорт назначения, откуда мы летим. Вот, например, мой рейс 8109 Измир. Вылет 1755. Ну, и ожидаемое время, вылет тоже 1755. Стойки регистрации 24-26. Бизнес-класс 23. Ну, если вы летите бизнес-классом, соответственно. Регистрация начала, 1755. И видите, регистрация 1715, конец, заканчивается, извините. То есть, получается, за 40 минут. И point, точка для паспортного пограничного контроля, это точка B, которую я вам показывал. Надо будет идти туда. И видите, check-in, это регистрация началась. А на нашей рейс еще не началась. Потому что она будет начинаться приблизительно в 1555. Сейчас в 1528, через 30 минут. То есть, у нас еще есть, в принципе, время. Так. То есть, что на информационном... Ну, это тоже я ответил. Маски, жидкости для дезинфекции рук, все. Ну, и социальная дистанция. Больше, в принципе, никаких особенных требований здесь нет. Есть ли тепловизоры и мерят ли температуру. Ну, пока что я не видел. Возможно, когда мы будем проходить паспортный контроль и пограничный, то будет. Я тогда вам обязательно, когда мы пройдем, расскажу про это. Здесь, в принципе, багаж в аэропорту сдается очень просто. Он при сдаче билетов, при получении билетов вас забирают багаж. В ручную кладь. Ага, из особенностей сейчас, из фишек. Нельзя брать с собой на борт ручную кладь. Можно взять только ноутбук, фотоаппарат, наверное. Ну, какие-то маленькие вещи. Ну, а все остальное вас попросят обязательно сдать в багаж. То есть, это из-за особенностей, из требований сейчас на борту. Ходить во время полета разрешается только в туалет. Просто так. Нормы провоза багажа, они в каждой авиакомпании разные. Ну, как правило, там 20-23 килограмма, 15 килограмм. Ручная кладь от 5, ну, там, от 5 до 15. Ну, в зависимости, опять-таки, от билетов и от авиакомпании. Поэтому здесь нужно смотреть в каждом случае индивидуально. В аэропорту можно багаж упаковать. Упаковка багажа здесь стоит сейчас... Сейчас посмотрю. Вот. Ага. Ну, вот, 15 рублей сейчас стоит багажа. Поэтому варианты какие? Или вы упаковываете багаж здесь за 15 рублей, или берете с собой упаковочную пленку, и упаковочной пленкой, соответственно, сами упаковываете и экономите 15 рублей. Я обычно всегда беру с собой пленку, потому что очень удобно. В отдыхе тоже можно упаковать вещи в том числе, чтобы они не залили их чем-то. Очень часто бывает, когда люди везут в своих чемоданах спиртное, и оно бьется, и потом ваш чемодан весь красный. В самолете все битком или соцдистанция? Ну, первый рейс, который полетели, они были битком. То есть там оставили только один ряд последний, если вдруг кому-то станет плохо. Ну, то есть три места они оставляли. Поэтому сейчас летают битком. Я посмотрю, как он на нашем рейсе будет, но я думаю, что то же самое будет. То есть сейчас билетов нету. То есть выкуплено все примерно до 15 июля, я так понимаю, может быть, даже и дальше. Минский аэропорт очень простой, маленький. Да, его отремонтировали, сейчас реновируют дальше, продолжают. То есть когда я первый раз с ним улетал, ну, это вообще был какой-то не аэропорт, а, я бы сказал, какой-то автовокзал. Условно, то есть других ассоциаций вот не нету. А сейчас его хорошо сделали, очень круто. Поэтому вот кто-то пишет, что упаковка на 5 рублей поднялась. Ну да, вот тоже люди пишут о том, что лучше самому упаковать, потому что сам упакуешь лучше, если экономишь 15 рублей в том числе. Ребят, если есть какие-то еще вопросы, что-то хотите уточнить, пожалуйста, спрашивайте, я отвечу. Я могу еще сделать пару включений. Следующее включение я планирую проводить в том числе и на YouTube-канале на своем. Поэтому, если кто-то не знает, у нас есть канал Викинг ТВ. Подписывайтесь на него, подключайтесь туда, потому что там будет именно более полный видеоматериал в развернутом виде и с отелей. И постараюсь также какие-то прямые включения делать с отелей, с самой Турцией уже по прилету. Ну, как будет позволять интернет, соответственно, чтобы не было такого, как вы писали, что у нас все трещит. Вы можете писать ваши вопросы. Если какие-то вопросы не стесняйтесь, можете под этим видео написать. Я с удовольствием прочитаю их, на все отвечу, соответственно. У меня еще кто-то спрашивал, когда планируют прилететь в Грецию. Пока ее сняли, если не ошибаюсь, до 1 августа. Там, ну, то есть Греция не готова принимать белорусов. Спасибо за счастливого пути. Спасибо. Все не так, намного лучше переделали. Ну, тут субъективное мнение каждого, да. Все. Всем спасибо за просмотр. Рад был вас всех видеть. До свидания.